Наши жители из села Макашевка очень волнуют вопрос о состоянии нашего леса. Лес – это наше богатство. Все мы любим бывать в лесу, собирать грибы, отдыхать. И вот в этом году, весной, мы решили провести акцию. То есть чем мы можем помочь нашему лесу? Остановить заболевания, остановить вырубки. Понятно, что это не в наших силах. А в наших силах вполне помочь посадить лес. Потому что сейчас наш лесхоз проводит работы по посадке деревьев. На тех территориях, где вырублены сосна, там сейчас идет посадка. Она началась уже в прошлом году и вот в этом году продолжается. И мы решили, вот инициативная группа работников нашего сельского дома культуры, я Елена Скрябина, Ольга Герц, Рашид Байгильдеев, Илья Колодяжный, мы решили организовать такую акцию, назвать ее «Зеленый десант». Эту акцию свою мы приурочили к весенней неделе добра. Весенняя неделя добра – это такая добровольческая акция, которую люди по всей России проводят. Она уже идет с 1997 года. И мы поговорили с Андреем Чуфицким, спросили, чем мы можем помочь. И вот когда погода подоспела, растаял снег, наступили погожие деньки, началась посадка леса. И вот 3 апреля мы такую акцию провели. То есть в чем она заключалась? Мы приняли участие в посадочных работах. Вот мы вчетвером, где-то за три часа, посадили около 800 саженцев сосны. Оказалось, работа это не такая уж сильно тяжелая. Но результат, мы надеемся, будет. И еще хотелось бы сказать, что всего в посадках участвовало, наверное, человек около 20. Может быть, человек 20-25. Это и сами работники лесничества, лесопожарного центра, добровольцы. Вот из Макашевки добровольцев было всего 8 человек. Вот у нас четверо – 12 человек. Я думаю, что это мало. Может быть, просто люди не знают о том, что можно так помочь. А вот сидят, переживают там на лавочках дома о судьбе нашего леса. Вот. И если бы, например, вот вышло бы в день хотя бы 50 человек, то территорию мы бы уже все эти саженцы осилили и посадили бы. Засаживается площадь, вырубленная в сторону села Горелки, вдоль дороги. Там такой большой участок, сейчас освобожденный. С осени подготовлены уже были там прорыты трактором каналы. Каналы такие, куда сажать. Вот. Саженцы привезли из воронежского питомника. И вот ведь тот лес, который мы сейчас, вот нас радует, и где мы ходим, собираем грибы, ягоды, где гуляем. Ведь этот лес был посажен лет 50 и больше назад. То есть наши вот родители, деды там посадили его, и мы сейчас пользуемся плодами. И я считаю, что вполне резонно и логично, если мы сейчас посадим этот лес, а лет через 50, а сосна быстрее растет, это лет 20-30 будет. Наши дети и внуки будут гулять в этом лесу. И вокруг нас нас не будут мучить песчаные бури, у нас будут замечательные также грибы, будет замечательный лес. Здесь идет посадка сосны. Планируем посадить здесь 12 гектар, вот на этом месте. Еще планируем дополнить 3 гектара. Вот прошлогодние, которые у нас не все выжили из-за условий погоды. Засуха была, да? Да. Так что будем надеяться, что нам погода позволит нам вовремя посадить, чтобы она прижилась еще. Так, так, это саживается, да? Да, мы это сажаемся. Вот они по одному так вот сажаются. Ну вот, вонка. Так, берем, так втыкаем. Сначала на себя, чтобы корни вот так вот раз, там прижать, потом от себя. Все, вот так раз, и все. И все, и он пошел, а ты тут, я бы, например, прижимала. Все. Мартын и Семен. А сколько вам лет с ним? 26. 26. Почему лес сажаете? Ну как почему? Самим приятно. Вот. И вот, когда проходишь мимо, там или проезжаешь, все равно что-то вот, как-то вот душе ближе становится. Родной лес. Родной лес, да. Приятно становится очень. Вы лупы тут сажали когда-то, в прошлом году или в первый раз? Нет, я вот только первый раз в этом году. А как узнали? Ну, нам просто подсказали. Вот. Вот у меня есть Андрей, сосед. Он работает лесником. И вот через него я узнал все. Ну, я не знаю. Лес это красиво. Спасибо вам большое. Вы добрый человек. Это очень здорово, что такие люди есть. Лысова, Наталья. Что вас побудило? Все-таки труд довольно тяжелый, да и погода такая. Да, мы настолько живем тяжелый. Мне кажется, что можно, тем более, два ряда, там, три ряда уже можно пройти. Поэтому, мне кажется, такого большого труда не представляют. Вот у нас дети. Вот у нас двое детей. Они тоже с нами ездили, хотя не школьники. Вот одному, вот один, на тот момент, наверное, было сколько-то, по десять они ездили, было детей. И так же сажали. Мне кажется, никто же не развалился, можно. Это было дело, на самом деле, очень необходимое, да? Нужно сидеть и приучать в природе, нельзя там мусорить, нужно помогать, беречь. Да, беречь. Если детства будешь, мне кажется, не будет таких пожаров. Личным примером показывать детства. Еще в течение нескольких дней работы будут продолжаться. И мы приглашаем всех принять участие в таком деле. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей акции «Зеленый десант». Мы планируем делать ее ежегодно и помогать нашему лесничеству. Все вопросы, какие там нам помогает решать Андрей Чуфицкий. И мы вместе, я думаю, сделаем наше село гораздо краше, лучше и сохраним природу. Продолжение следует...